ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Помимо этого, рассказываем вам всячески чрезвычайно полезные новости. Например, очень полезный факт о том, любят ли еноты музыку. Ну, это правда полезный факт. Енотики – это наше все. Помимо этого, расскажем о том, для чего нужны роботы-рыбы. Еще покажем вам поющую топлис теннисистку Сирену Уильямс. А вот это точно хорошая идея с утра. Но помимо этого, расскажем о том, каким образом необходимо, что необходимо делать, чтобы быть здоровым. И, конечно, несколько интересных фактов о дне сегодняшнем в истории. Сегодня во всем мире отмечается Международный день ненасилия. Праздник этот был установлен не случайно. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН в 2007 году. Дата эта была выбрана потому, что 2 октября 1869 года родился Махат Маганди, лидер движения за независимость Индии и основоположник философии ненасилия. Существует много такого, за что я готов умереть, но нет ничего такого, за что я готов был бы убить. Это его слова. 2 октября 1987 года состоялся первый выход в эфир программы «Взгляд». Основателей было несколько. Это Анатолий Малкин, Анатолий Лысенко и молодежь, которая пришла с радиостанции «Голос России», которая отвечала за зарубежную аудиторию. Это Александр Любимов, Владислав Листьев и Александр Политковский. За время существования программы в кресле ведущего побывали многие ныне известные лица. Это и Константин Эрнст, и Иван Демидов, и Елена Масюк, и Елена Ханга, и бизнесмен Владимир Довгань, а также другие личности. Впервые на отечественном телевидении «Во взгляде» состоялся первый эфир Виктора Цоя и группы «Кино». После этого рок-музыканты были здесь с частыми гостями. 2 октября 1914 года родился Юрий Левитан. Левитан. Однажды его услышал Сталин и пожелал, чтобы отныне по радиотексте его доклада на открывающемся 17-м съезде партии прочитал именно Левитан. За пятичасовое чтение этого доклада Левитан не ошибся ни разу, ни разу не запнулся. На следующий день 19-летний юноша стал главным диктором Советского Союза и официальным голосом Кремля. 22 июня 1941 года именно Левитан произнес страшные слова о начале Великой Отечественной войны. После этого он стал постоянным голосом Советского информационного бюро и ежедневно докладывал народу о ходе военных действий. 9 мая 1945 года никто иной, как Левитан, объявил о капитуляции фашистской Германии и победе Советского Союза. После войны Юрий Борисович стал официальным диктором правительства СССР. Ну и в завершение этой рубрики коротко о именинниках. День Ангела сегодня отвечают Алексей, Гаврил, Георгий, Давид, Игорь, Константин, Макар, Мария, Николай, Трофим и Федор. С удовольствием поздравляем. Молдова опять заставила весь мир говорить о себе. Все дело в том, что шесть наших учащихся получили бронзовую медаль и награды на Международной Олимпиаде по французскому языку. Соревнование происходило в Республике Македония. Проводится оно в четвертый раз. В этом году за победу боролись 30 школьников из пяти разных стран мира. Это выражение на французском, как на своем родном языке, с легкостью произносит Алина Ешану, завоевавшая бронзу на прошедшей Олимпиаде. Для нее, как и для других пяти наших соотечественников, минувшее соревнование стало первым на Международной арене. Сначала ученики лицеев попробовали себя в Республиканской Олимпиаде, по результатам которой педагоги выбрали именно их и отправили в Македонию. У нас было два задания, устное и письменное. Первым делом мы должны были написать эссе в течение часа. Надо признаться, что сложно уложиться в такое время, но темы были интересными, у нас была возможность проявить оригинальность. Мы успешно прошли этот этап. Сочинения писали об искусственном интеллекте, устное задание проходило в виде телевизионного ток-шоу. Говорили о физических явлениях и предрассудках, связанных с ними. Поначалу я беспокоилась, скептически относилась к своим шансам на победу. Все конкурсанты были хорошо подготовлены, но в какой-то момент поняла, что я тоже подготовлена на уровне, и я справилась. К Олимпиаде наши ученики готовились заранее. Читали, переводили тексты, писали сочинения, учитывали все рекомендации педагогов. Однако в Македонию отправились без особых ожиданий. Готовясь к первому международному соревнованию, никогда не знаешь, кто будет твоим соперником. Но в чем точно наши ученицы были уверены, родители и учителя французского языка поддержат их в любом случае. Родители и педагоги нашего лицея очень дружелюбные. Они всегда поддерживают, несмотря на то, добился ты результатов или нет. Они пожелали мне дальнейших успехов и посоветовали принять участие в Олимпиаде в будущем году. Сейчас перед призерами стоит задача совершенствовать французский язык, чтобы в перспективе завоевать золотые медали. Кстати говоря, успехов они добиваются не только в изучении языка, но и отлично справляются с предметами реального профиля. Ну а в будущем мечтают жить во Франции или в другой стране, где знания французского пригодятся. Еноты любят яблоки. А еще еноты любят морковь. А еще, как оказалось, еноты любят слушать звуки флейты. Совершенно точно. Два десятка енотов собрались недавно, чтобы послушать звуки индейской флейты в заповеднике, в государственном заповеднике округа Сент-Лоренс в США. Флейтист, как оказалось, живет неподалеку и частенько дает концерты для того, чтобы позабавить окружающих енотов. Да, енотов, птиц, животных и прочих. Помимо музыки, кстати, он привлекает животных еще и лакомствами. Ах, так вот оно в чем дело. Понимаешь, мы тут рассказываем о том, что они на звуке флейты выходят, а они-то на самом деле просто пожрать выходят. Выходит, что так. Ну, в общем, в любом случае это очень мило. Наконтильные еноты. Голодные просто. Милые голодные еноты. Роботов-собак, которых создают американские специалисты, мы уже видели. А вот роботов-рыб, которых создают российские спецы, пока еще нет. Ученые говорят, что они учатся у природы. А что же получается у них, смотрите сами. В судьбе этого собакоподобного робота точно не позавидуешь. Хозяин толкает, тянет за поводок и вообще всячески пытается вывести из-за равновесия механического пса. Таким способом американские инженеры создают алгоритмы, копирующие движения животных. Наши робототехники также ведут подобные исследования. Они наблюдают за обитателями фауны и берут от них лучшие качества. Это подводное судно назвали дельфином, хотя внешне он больше похож на торпеду, а по принципу передвижения в воде вообще на акулу. Такие технические решения объясняются физикой. У вытянутого корпуса лучше гидродинамика, а значит ему проще преодолевать сопротивление воды и сохранять курс. Основное движение вперед, это в первую очередь обусловлено гидролокатором бокового обзора, потому что для него как раз таки важно именно прямолинейное движение. Задача подводного беспилотника – обследование дна без присутствия человека. Основному устройству для съемки гидролокатору важно двигаться прямо. Скорость чуть больше 9 км в час – идеальный вариант. В пространстве рободельфин ориентируется по эхолокации. С ее помощью определяет расстояние до грунта и глубину погружения. Она достигает 100 метров. Всю собранную информацию передает через акустический модем. А вот для нижегородских ученых, создателей биоморфного робота-тунца, любой лишний звук под водой – вред. В всех существующих аналогичных разработках используются электроприводы, сервоприводы. Это, разумеется, приводит к тому, что сама по себе рыба не может сливаться с окружающей местностью. Чтобы снизить шум, инженеры создали специальный двигатель. В нем нет трущихся деталей, а хвостовой плавник приводится в движение магнитным полем. Но самое главное – корпус с нескольких метров робота не отличить от настоящей рыбы. Она повторяет форму настоящего тунца. И, собственно, сделана она была по 3D-модели. Собственно, настоящая рыба. То есть все пропорции, вся гидродинамика, условно говоря, этого судна сделана природой. Раскрывать все подробности конструкции пластикового тунца ученые пока не спешат. Разработка еще не прошла патентование. Параллельно ищут инвестора, ведь спектр применения биоморфного робота очень широк. Он может пригодиться для исследований экосистем водоемов, ресурсодобывающей промышленности, не говоря уже о военной разведке. Оказывается, видеоигры тоже могут быть азартными. Причем в самом плохом смысле этого слова. Да, и с этим уже начали бороться в Европе. Насколько успешно, сказать пока трудно. Однако, прямо сейчас расскажем о первых шагах. 15 стран ЕС объединили, чтобы бороться с азартными играми в таких онлайн и видеоиграх, как Overwatch, Counter-Strike, Star Wars, Battlefront 2 и FIFA 18. В Союз вошли такие страны, как Великобритания, Франция, Испания, Ирландия, Бельгия, Чехия, Польша и другие. А 16-м участником, за скобками, стал штат Вашингтон из США. Государственные регуляторы Европы совместно с Комиссией по азартным играм штата Вашингтон подписали соглашение. Его цель – изучить угрозы, которые несет интеграция в видеоигры элементов казино-бизнеса. Речь о так называемых лутбоксах – это внутриигровая продажа, случайной подборки виртуальных товаров. И скинбетинг – использование скинов в качестве ставки. Скины – это, по сути, внешний вид персонажа или дизайн оружия. Скин не увеличивает огневую мощь, но делает внешний вид оружия уникальным. Например, в игре CSGO некоторые пользователи готовы тратить десятки тысяч долларов за редкий скин или дизайн для своего пистолета и ножа. При таком ценообразовании скины давно превратились в некий вид игровой валюты. Все эти вещи, по мнению государственных регуляторов, размывают границы между азартными и видеоиграми. Более того, они без каких-либо ограничений доступны для несовершеннолетней аудитории. Пока представители стран ЕС намерены только проанализировать ситуацию и определить превентивные меры, которые минимизируют тот вред, что азартные элементы могут нанести обществу и детям. Вообще, это соглашение — это итог расследования, инициированного правительством Бельгии год назад в отношении лутбоксов Warwatch, CSGO, Star Wars, Battlefront 2 и FIFA 18. После его завершения в апреле власти обязали разработчиков удалить спорные элементы из игр. И, как заявляют регуляторы, студия 2K Games изменила монетизацию NBA 2K18 в Бельгии. Blizzard и Valve также были вынуждены внести в свои игры коррективы. В случае невыполнения требований компаниям грозил штраф от 800 тысяч долларов, а их сотрудникам тюремные заключения на срок до 5 лет. Аналогичные ограничения ввели и Нидерланды. Правда, не совсем понятно, как это введение изменений в играх выглядит на практике. Например, в FIFA 18 играет 26 миллионов человек, среди которых очень популярен режим Food. По сути, это компьютерная коллекционная карточная игра. Пользователь собирает свою команду и может купить, в том числе за реальные деньги, карточку с игроком, причем вслепую, то есть вытащить только одного из нескольких игроков со схожими характеристиками. Это как раз и есть одна из реализаций лутбокса. Каким образом можно его убрать, непонятно, если только изменить структуру международной коллекционной карточной игры в одной или двух странах. Но это выглядит довольно сомнительно. Игровые механики зачастую спроектированы так, что без лутбоксов не обойтись. И если для одной юрисдикции сделать чистую версию, туда устремятся и пользователи других стран. Интересно, что такой спорный вариант монетизации – это то, что дает заработать разработчикам условно бесплатных мобильных и браузерных игр. А издателям традиционных платных игр приносят дополнительные деньги, на которые игроки, в том числе те, которые не ведутся на азартные элементы, получают новый уникальный контент. В общем, азартные игры в серой зоне – это, конечно, неправильно, но как много потеряют потребители, если совсем убрать условные лутбоксы, предсказать непросто. Американская теннисистка Сирена Уильямс приняла участие в проекте «Touch Myself Project» и спела «Топлес». На видео 37-летняя спортсменка исполняет песню рок-группы «Vedivinal» под названием «I Touch Myself». По мере отдаления кадра видно, что Сирена предстает «Топлес». «Топлес». Таким образом, спортсменка решила напомнить женщинам о необходимости регулярного медобследования. Вот я не вижу определенной взаимосвязи. Если вы хотите, чтобы граждане, товарищи проходили мимо медобследования, вы должны сказать «Товарищи, проходите медобследование, а не сниматься топлес». Ну, это очень тонкий метод напомнить о том, что необходимо женщинам все-таки проверяться. Мне кажется, это очень тонкий метод хорошенечко хайпануть и привлечь к себе внимание. Теннисисты должны привлекать внимание тем, что они хорошие теннисисты. Вот, например, в 2018 году Сирена Уильямс провела 24 игры. Из них 18 выиграла, ну, 6 проиграла и бог с этим. В 2018 году больше не выступает. И сразу понятно, чем она занимается в свободное время. Что еще происходит в мире как в спорте, так и в политике, знает Олеся Кайряк. Олеся, доброе утро, слово тебе. Доброе утро, коллеги, удачного старта, нового дня всем вам, дорогие телезрители. Итак, прямо сейчас об основных событиях к этому часу. В одних ремонт затягивается, в других идет полным ходом. Один столичный детский сад до сих пор не открыт из-за продолжающегося ремонта. Детей распределили в находящиеся поблизости другие дошкольные образовательные учреждения. Об этом сообщили на заседании муниципальных служб представители управления образования. Между тем, исполняющий обязанности мэра распорядился снести церковь, которая строится во дворе детского сада номер 150. Напомним, что администрация этого учреждения утверждала, что имеет все необходимые документы для возведения этого здания, которое, по словам директора, является духовно-нравственным центром. На дворе уже октябрь, а десятки детей снова не могут попасть в родной детсад. В течение лета в секторе Буюкань привели в порядок 12 дошкольных учреждений. Однако одно из них и месяца не успело проработать, как снова оказалось закрытым на ремонт. Дошкольно-образовательное учреждение номер 113 приостановило сегодня свою работу на две недели. Там проводится ремонт пищевого блока. Летом там проводился косметический ремонт. Учреждение было открыто 3 сентября. Сейчас мы приостанавливаем работу учреждения на короткий срок. В Рио-Примара Руслан Кадряну уверен, что ремонтные работы должны проводиться исключительно в летний период. По его словам, управлению образования было дано 3 месяца на то, чтобы завершить ремонт во всех детских садах. Закрытие детского сада осенью Кадряну назвал недопустимым. Заместитель градоначальника затронул и другой вопрос. По его мнению, администрация детсадов безграмотно управляет ресурсами. В некоторых учреждениях средства тратят на роскошь, а детей отодвигают на второй план. Я побывал во многих образовательных учреждениях, при входе в которые становится не по себе. В некоторых нет освещения, в других крыша протекает и не надо поменять окна. Еще штукатурка падает или для строительства павильонов нет денег. Зато я узнал, что в Сектри-Буйкань в одном детском саду приоритетом стало приобретение персидского ковра. Но не только приоритеты руководства детсадов вызывают возмущение в Рио Примара. Кадряну поставил точку в громкой истории со строительством нравственно-духовного центра на территории детсада номер 150. Ранее директор учреждения утверждал, что Примария выдала авторизацию на строительство, которое сейчас идет полным ходом. Однако на заседании Примарии Руслан Кадряну заявил, что подписал указ о сносе этой постройки и поручил при туре сектора Рыжкань проконтролировать исполнение. Снова подняли и вопрос незаконности сбора денег в детсадах. Жалобы родителей в управлении образования участились в преддверии Дня учителя. Я призываю родителей не собирать деньги. А если они все-таки хотят поздравить учителей, пусть лучше подарят что-то, сделанное ребенком. Это будет лучшим подарком. Радика Гуцу сообщила, что управление образования выпустило внутренний приказ, запрещающий сбор денег по случаю Дня учителя. Праздник отмечается 5 октября. Напомним, сбор средств в образовательных учреждениях расценивается как акт коррупции и подлежит уголовному наказанию. Еще о проблемах столичных. Автобусы забиты либо вообще не ездят. Жители сектора Чикана ежедневно сталкиваются с проблемой переполненного транспорта. Речь идет об автобусе номер 23, который едет до улицы Марии Драган. В премьере отметили, что здесь вырос целый комплекс новостроев. Вот только транспортная инфраструктура еще слабо развита. Более того, администратор маршрута отправил запрос в мэрию снять два автобуса из-за недостатка средств. В премьере говорят, что в таком случае жителям по улице Марии Драган будет еще тяжелее добираться утром до работы. Каждое утро период с 7 до 9 часов становится тяжелым испытанием для нескольких десятков человек, которые ждут на остановке автобус 23 маршрута. Транспорт приезжает забитым настолько, что даже на подножку едва могут забраться пару человек. С надеждой решить вопрос, жители улицы Марии Драган в секторе Чикана обратились в премьерею. В зоне были сданы в эксплуатацию много новостроев. И транспорт, который сейчас циркулирует, не может удовлетворить потребности местных жителей. Они просят поменять график работы маршрута номер 23. Однако у администратора маршрута намерения прямо противоположные. Он уже обратился в управление транспорта с намерением убрать две единицы транспорта. Глава департамента менеджмента Лилиан Копач заявил, что администратор терпит финансовые трудности. И это при том, что автобус ежедневно забит. Доклад о проблеме вызвал негодование в рио-примара Руслана Кадриану. Как можно снять два автобуса, когда там и без того проблемы с транспортом? Это новый сектор, там проблемы и с троллейбусами, и с автобусами. Решите проблему. У вас есть два дня на то, чтобы добавить еще одну единицу транспорта на маршрут. Удастся ли жителям сектора Чукана вздохнуть с облегчением через два дня, покажет время. Продолжаем выпуск. Налоговые изменения вступают в силу. С сегодняшнего дня работодатели будут платить бюджет соцстрахования на 5% меньше, а подоходный налог для физических лиц стал единым – 12%. Сумма, не облагаемая налогом для физических лиц, увеличилась с 940 до 2000 леев. Поправки в налоговое законодательство парламент принял в июле в рамках пакета для бизнеса с целью развития экономики и увеличения доходов граждан. Генеральный госсекретарь Министерства финансов Иоанн Кику написал в социальных сетях о том, что в сентябре не сбылись скептические прогнозы некоторых экспертов о снижении поступлений в национальный бюджет. По словам чиновника, рост поступлений в бюджет за три квартала 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил более 15%. Ну а в завершении нашего утреннего информационного блока поговорим о спорте. Самым масштабным за всю историю проведения соревнований по бегу в Молдове стал четвертый международный марафон Кишинеу. Накануне по главным улицам столицы пробежались более 18 тысяч человек. Среди них представители 50 стран мира. Спортсмены преодолевали дистанции в 3 километра, 10, 21 и 42 километра. Также впервые в рамках марафона на старт вышли спортсмены в инвалидных колясках. Всех участников четвертого международного марафона Кишинеу ждала заслуженная медаль на финише, а победители получили подарки от партнеров и денежные вознаграждения. Общий призовой фонд составил 100 тысяч леев. Рекорд на международном марафоне Кишинеу установил бегун из Кении. Спортсмен Бенджамин Кипропсирем пробежал 42 километра за 2 часа 16 минут и 38 секунд. Этот результат стал самым лучшим за всю историю проведения соревнования. Бенджамин путешествует по всему миру, принимая участие в различных международных соревнованиях по бегу, где показывает невероятные результаты. Так, например, в апреле этого года он принял участие в марафоне в городе Харьков, где также установил рекорд 2 часа 18 минут и 13 секунд. В честь 610-й годовщины образования города Бендеры состоялся пятый заключительный этап чемпионата Республики Молдовы по мотокроссу. На мототрассе «Орел» для участников заезда оборудовали 15 искусственных трамплинов. Общая протяженность трека составила 1300 метров. В семи категориях соревновались десятки спортсменов, как дети от 5 лет, так и ветераны спорта. Всех победителей соревнования ждали кубки, медали и грамоты. Организатором чемпионата выступил Приднестровский автомотоклуб «Экстрим». На данный момент наш утренний новостной блог завершен. Всем еще раз желаю удачного дня и доброго утра. Коллеги, вам слово. Олеся, огромное тебе спасибо за утреннюю подборку новостей. Мы продолжим нашу программу. Они упорно тренируются, но и у них мало что получается. Разве что рассмешить сеть роликами со своим участием. Ну что, такие люди регулярно появляются почти в каждом спортзале. Смотрим. Уж сколько их упало, упало и еще раз упало в попытках сесть на шпагат. Пару лет назад во всем мире начался настоящий бум растянутого тела. Йога-пилатес и стретчинг за пару лет действительно способны сделать человека гибче. Но ведь мы не такие. Нам-то нужен шпагат здесь и сейчас. Блогеры фанатично выкладывают видео со своими растяжками на ютюб. Они уверены, чем больше боли и криков, тем быстрее придет результат. И вот ты уже... Да нет же, вот ты... Впрочем, одним шпагатом дело не ограничивается. Признайтесь, вы тоже иногда переоцениваете собственные силы и возможности. То вот эти ребята настоящие короли самомнения. Тягать железо могут только качки, и я вас умоляю, чем я хуже Шварценеггера. Даже страшно смотреть, как эти субтильные юноши хватают тяжелые блины и гантели. Страшно и очень смешно. Вот и этот парень осознал свою ошибку слишком поздно, когда штанга уже оказалась на груди. Только и остается, что смеяться над собой и просить прохожих о помощи. Сейчас-сейчас видео на мобильный телефон доснимут и сразу помогут. Еще веселее наблюдать, как эти спортсмены упражняются в подтягивании на домашних турниках. Эй, ребят, ну что такого плохого они вам сделали? А вот этот синомен до сих пор не нашел никакого объяснения ученых, даже британских. Необъяснимая вера в возможность своего тела. Профессиональный циркач или атлет выполнил сложнейший кульбит? Значит, я смогу. Вот только то, что получается у хороших спортсменов и фитнес-тренеров, вряд ли с первого раза получится у вас. Вот как пример очередного безумия. Челлендж с фитболом на беговой дорожке. Миллионы блогеров кидают резиновый мяч на работающий тренажер и прыгают на него. Зачем? Видимо, в попытках переломать себе шею. Не иначе. Вот ты знаешь, есть несколько разных таких болезней. Вот все знают такую болезнь, как столбняк. Это зоантропозное, бактериальное, острое инфекционное заболевание. А есть утреннее заболевание, которое называется лежняк. Это когда ты лежишь под одеялом и вылезти из него крайне сложно. Друзья, просыпаемся, делаем себе вкусный бодрящий кофе и смотрим короткую рекламу на нашем канале. Скоро вернемся. Генеральный спонсор передачи Нес Кафе Данный материал содержит элементы рекламы. Мы не устаем доказывать, что наши дети – это наша гордость. И я имею в виду, конечно же, жителей нашей страны. Меня смутила постановка вопроса «Наши дети». Мы сейчас говорим о юном даровании Анастасии Барбы, которая посетила нас сегодня. Доброе утро, Настя. Доброе утро. Доброе утро. Ну что, ты была у нас относительно не так давно. Тогда привезла победу с очередного конкурса. С какими победами ты к нам сейчас? Я недавно была в Одессе и заняла гран-при в номинации «Голос года». Голос года! Ничего себе! А что пела при этом? Я пела песню «Речника». А конкуренция была большая вообще? Там участвовали лучшие участники, которые занимали гран-при в других конкурсах. Ага, то есть это был конкурс «Лучшие среди лучших». Да. Ого, так это тем более почетно. Я до сих пор от номинации «Голос года» не отошел. Ты уже пять вопросов сдала. Хорошо, скажи мне, как ты постоянно успеваешь ездить по вокальным конкурсам, при этом я так понимаю, что ты школьница, значит учишься. Как ты успеваешь это делать? Человек, когда хочет, он может. Я такого слова не могу, я слова не хочу. Я давно хочу купить бенту, очень хочу, но пока как-то не могу. Но при этом, слушай, действительно, главное поставить себе цель. Хорошо, Настя, скажи, а ты за всем этим успеваешь еще и детство свое замечать? Это моя жизнь, я без этого не представляю, как бы я жила. Давай зададим вопрос по-другому, чтобы ты не говорила, не отвечала нам какими-то заготовленными ответами. У тебя есть игрушечный микрофон, в который ты поешь перед зеркалом? Нет. Зачем? У него же есть настоящий золотой микрофон. А у тебя есть настоящий микрофон? Да. Золотой. Вот Таис считает, что все девочки должны петь в микрофоны со стразами. Ты поешь в микрофоны со стразами? Нет, я пою в обычной. Зато он, судя по всему, талисман ее, правильно я понимаю? Настя, скажи, какие любимые форматы вообще у тебя? Что ты любишь петь на конкурсах? Или тебе не предоставляют выбор? Ты сама выбираешь песни? Есть конкурсы, на которых дают возможность участникам выбирать песни, а есть такие конкурсы, которые организаторы смотрят, какие участники поют песню и выбирают одну песню, которую участник должен исполнить. А вот конкурс в Одессе, он какой был из этих двух категорий? То есть тебя заставили какую-то определенную песню взять или ты сама выбрала? Я сама выбрала эту песню. А почему ты выбрала именно эту песню? Она очень сложная, мне нравятся сложные вещи. То есть легких путей ты не ищешь? Нет. Поэтому у нас к тебе есть очень сложный вопрос. Ты знаешь, мы время от времени любим подставлять наших гостей. Ну и так как ты человек очень юный, мы считаем, что юные люди, они же не испорчены средствами массовой информации и так далее, и так далее. Поэтому у нас к тебе очень серьезный вопрос, нас правда интересует твоя точка зрения. Вот на днях жители города Кишинева написали петицию в адрес премьер-министра Кирилла Габурича в связи с ужасным состоянием дорог во двора. Я на полном серьезе говорю, это важная проблема. Мы слушаем тебя, да-да. Как ты считаешь, как необходимо решать проблемы качества дорог в нашей стране? Ну, мой папа водитель троллейбуса, и поэтому я считаю, что это обязательно надо починить дороги, чтобы не было ям. Чтобы папа спокойно ездил. Да. Это чудесно. Чтобы нервы не трепали моему папе, а то он злой приходит домой. Папа, большой привет тебе дарим. Какие у тебя дальнейшие вокальные цели? Расскажи, пожалуйста. Конечно, это развиваться в вокальных данных, учить новые очень сложные песни, и выйти на сцену, и спеть песню, и в проигрыше сыграть на саксофоне. Так как я уже учусь играть на саксофоне, и вроде получается. Ты понимаешь, насколько это сложные цели? Да, многозадачный человек. То есть ей хочется и вокалом покорить, и своими музыкальными данными. Слушай, а поделись парочкой советов. Ну, помимо того, как ты это все успеваешь, это понятно. Вот я, допустим, человек, который максимум может попеть в душе. Дай нам сразу вот стоить пару вокальных советов. Как вот послушать твои советы, и сразу как бомбануть шикарную песню какую-нибудь сложнейшую. Что делать? Ну, во-первых, когда вы поете, не нужно зажимать. Что зажимать? А, в горло. Просто нужно расслабиться и петь. Нужно дышать не в легкие, а в диафрагму. Ага, а диафрагма это где? Да, диафрагма находится здесь, ниже, чем ребра. Ниже, чем ребра, у меня пузо. У всех людей есть диафрагма. У мужчин, мужчины во сне дышат диафрагму от природы. То есть прослези за тем, как ты спишь. То есть петь надо во сне. Так, Настя, скажи, пожалуйста, что за песню ты споешь прямо сейчас у нас в гостях? Я спою песню «Реченька», которая пела в Одессе. Тебе огромное спасибо за то, что приехала к нам, за то, что получаешь какие-то шикарные, невообразимые, недостижимые для меня точно награды. И с удовольствием послушаем песню. Да. Ты река Моя реченька Ты течешь Да не кулыбнешься Ой, так ты дитя Ой, так ты дитя Да моя дитятка Да ты чего сидишь? Да не улыбнешься Да не улыбнешься До меня А потом Да не улыбнешься Да не улыбнешься О να Орondenься В конгне То полонул Огуст Signal Огустfal Огустlat Полонул был К antigah Нет у меня отца материнь Некому меня благословить Некому меня благословить Некому меня благословить Алмиропарае, алмиропарае Ты река Моя реченька Ты река Да не колыбнешься Настоящая взаимовыручка оказывается присуща не только людям. Этому подтверждение история из Китая. Там мама и тети слонихи пришли на помощь тонущему слоненку. При пересечении реки маленького слоненка стала уносить стечением. Мама поспешила ему на помощь, а за ней последовали и две его тети и ее сестры. Они долго пытались помочь ему выбраться, однако сильные потоки тянули слоненка обратно в реку. Ну ты же и понимаешь, какие кадры вот прямо сейчас перед глазами. Пусть мама услышит, пусть мама придет. Слонихи не сдавались, тем не менее. Они образовали особый коридор и постепенно смогли вытолкнуть детеныша на берег. Ранее ученые заявили, между прочим, что азиатским слонам свойственны такие чувства, как стресс и страх. Помимо того, каждой особе свойственно чувствовать настроение другой особи. Да, так переживания могут охватить целую группу слонов. Доказано, что между этими животными существуют крепкие социальные связи. Если ранен один из членов слоновей группы, то остальные могут ему помочь подняться и уйти. Традиционные осенние ярмарки откроются в каждом секторе столицы. Организацию в столице традиционных сельскохозяйственных ярмарок на днях обсудил фермер с главой профильного министерства Николай Чебуков. Аграрии утверждают, что урожай в этом году хороший, поэтому покупателям есть что предложить. Да, и чтобы кишиневцы смогли купить овощи и фрукты напрямую от производителя и решили организовать эти ярмарки в каждом секторе столицы. Опять ждали цитата. Нам предложили поддержать организацию ярмарок в муниципе Кишинев. Мы создадим условия, чтобы все заинтересованные в сбытии сельскохозяйственной продукции и у кого есть трудности с рынком сбыта, могли приехать и предложить качественный товар по ценам, выгодным и производителям, и потребителям. Это заявил министр сельского хозяйства. В этом году урожай яблок превысил прошлогодний на 20 тысяч тонн, а слив на 15 тысяч тонн. А теперь рассказываем прямым текстом, почему организовываются подобные ярмарки. Потому что яблоки девать некуда. Да, вероятно. Ну а о том, что же еще интересного происходит в мире, знает Олеся Кайряк. Олеся, доброе утро, слово тебе. Доброе утро, коллеги. Удачного старта нового дня всем вам, дорогие телезрители. Итак, прямо сейчас об основных событиях к этому часу. В одних ремонт затягивается, в других идет полным ходом. Один столичный детский сад до сих пор не открыт из-за продолжающегося ремонта. Детей распределили в находящиеся поблизости другие дошкольные образовательные учреждения. Об этом сообщили на заседании муниципальных служб представители управления образования. Между тем, исполняющий обязанности мэра распорядился снести церковь, которая строится во дворе детского сада номер 150. Напомним, что администрация этого учреждения утверждала, что имеет все необходимые документы для возведения этого здания, которое, по словам директора, является духовно-нравственным центром. На дворе уже октябрь, а десятки детей снова не могут попасть в родной детсад. В течение лета в секторе Буюкань привели в порядок 12 дошкольных учреждений. Однако, одно из них и месяца не успело проработать, как снова оказалось закрытым на ремонт. Дошкольное образовательное учреждение номер 113 приостановило сегодня свою работу на две недели. Там проводится ремонт пищевого блока. Летом там проводился косметический ремонт. Учреждение было открыто 3 сентября. Сейчас мы приостанавливаем работу учреждения на короткий срок. В Рио Примара Руслан Кадряну уверен, что ремонтные работы должны проводиться исключительно в летний период. По его словам, управлению образования было дано 3 месяца на то, чтобы завершить ремонт во всех детских садах. Закрытие детского сада осенью Кадряну назвал недопустимым. Заместитель градоначальника затронул и другой вопрос. По его мнению, администрация детсадов безграмотно управляет ресурсами. В некоторых учреждениях средства тратят на роскошь, а детей отодвигают на второй план. Я побывал во многих образовательных учреждениях, при входе в которые становится не по себе. В некоторых нет освещения, в других крыша протекает и не надо поменять окна. Еще штукатурка падает или для строительства павильонов нет денег. Зато я узнал, что у всех три Буйкань. В одном детском саду приоритетом стало приобретение персидского ковра. Но не только приоритеты руководства детсадов вызывают возмущение в Рио Примара. Кадряну поставил точку в громкой истории со строительством нравственно-духовного центра на территории детсада номер 150. Ранее директор учреждения утверждал, что Примария выдала авторизацию на строительство, которое сейчас идет полным ходом. Однако на заседании Примарии Руслан Кадряну заявил, что подписал указ о сносе этой постройки и поручил при туре сектора Рыжкань проконтролировать исполнение. Снова подняли и вопрос незаконности сбора денег в детсадах. Жалобы родителей в управлении образования участились в преддверии Дня учителя. Я призываю родителей не собирать деньги. А если они все-таки хотят поздравить учителей, пусть лучше подарят что-то, сделанное ребенком. Это будет лучшим подарком. Радика Гуцу сообщила, что управление образования выпустило внутренний приказ, запрещающий сбор денег по случаю Дня учителя. Праздник отмечается 5 октября. Напомним, сбор средств в образовательных учреждениях расценивается как акт коррупции и подлежит уголовному наказанию. Еще о проблемах столичных. Автобусы забиты либо вообще не ездят. Жители сектора Чикана ежедневно сталкиваются с проблемой переполненного транспорта. Речь идет об автобусе номер 23, который едет до улицы Марии Драган. В премьере отметили, что здесь вырос целый комплекс новостроев. Вот только транспортная инфраструктура еще слабо развита. Более того, администратор маршрута отправил запрос в мэрию снять два автобуса из-за недостатка средств. В премьере говорят, что в таком случае жителям по улице Марии Драган будет еще тяжелее добираться утром до работы. Каждое утро период с 7 до 9 часов становится тяжелым испытанием для нескольких десятков человек, которые ждут на остановке автобус 23 маршрута. Транспорт приезжает забитым настолько, что даже на подножку едва могут забраться пару человек. С надеждой решить вопрос, жители улицы Марии Драган в секторе Чикана обратились в премьерею. В зоне были сданы в эксплуатацию много новостроев. И транспорт, который сейчас циркулирует, не может удовлетворить потребности местных жителей. Они просят поменять график работы маршрута номер 23. Однако у администратора маршрута намерения прямо противоположные. Он уже обратился в управление транспорта с намерением убрать две единицы транспорта. Глава департамента менеджмента Лилиан Копач заявил, что администратор терпит финансовые трудности. И это при том, что автобус ежедневно забит. Доклад о проблеме вызвал негодование в рио-примара Руслана Кадриану. Как можно снять два автобуса, когда там и без того проблемы с транспортом? Это новый сектор, там проблемы и с троллейбусами, и с автобусами. Решите проблему. У вас есть два дня на то, чтобы добавить еще одну единицу транспорта на маршрут. Удастся ли жителям сектора Чукана вздохнуть с облегчением через два дня, покажет время. Другим темам. Время планировать зимний отдых. Туристические агентства уже все подсчитали и подготовили предложение для жителей Молдовы на любой вкус и кошелек. Желающим отдохнуть в соседних странах придется выложить от сотни до двухсот евро за пять дней. Поездка в теплые страны обойдется в разы дороже. О других актуальных новостях в рубрике «Короткой строкой». Не прошел проверку – прочь с маршрута. С 1 по 13 октября в столице проверят микроавтобусы с авторизацией для пассажирских перевозок. На станциях тестирования внимание уделят трем параметрам – техническому состоянию маршрутки, внешнему и внутреннему облику, а также оснащению. Те микроавтобусы, которые тестирование своевременно не пройдут, перевозу пассажиров не допустят. Право предоставлять услугу отзовут и у тех экономических агентов, которые не направили маршрутки на проверку или чьи транспортные средства ее не прошли. Большой выбор ждет любителей фруктов и овощей на осенних ярмарках. Традиционно их откроют в каждом секторе столицы, чтобы горожане могли купить сельхозпродукцию напрямую от производителей. В субботу аграрии обсудили организационные моменты с министром сельского хозяйства Николаем Чубук. В ходе встречи рассказали о хороших урожаях. Чиновник пообещал создать условия для всех земледельцев, которые заинтересованы в продажах или испытывают трудности со сбытом продукции. Учитывая, что урожай яблок и слив существенно превысил прошлогодний, обсудили и возможность раздачи фруктов в школах. В субботу открылся сезон охоты на кабанов, который продлится до конца года. Общий предел отстрела составляет 1138 голов. Число увеличили в сравнении с предыдущими годами, поскольку дикие свиньи являются переносчиками африканской чумы. И это одна из мер по остановке распространения вируса. В охотничьих фондах агентства Молдсилва охота разрешена в субботу, воскресенье и в праздничные дни, а на арендованных территориях – в течение всей недели. В приграничных районах охотиться можно только в пределах тысячи метров от линии госграницы в дневное время. Также обязательно получить разрешение от участка пограничной полиции. Столичная улица Букурешт станет двусторонней. Правда, не навсегда. Автомобилистам разрешили передвигаться в сторону Ботаники лишь из-за ремонта на улице 31 августа. Там сейчас проводится ремонт сетей тепло- и водоснабжения, и трафик по центру Кишинео сильно осложнился. До настоящего времени в сторону Ботаники мог проезжать только общественный транспорт. Лидер либералов еще не определился с решением, как он будет баллотироваться на предстоящих выборах. В интервью одному из порталов Михаил Гимпу заявил, что вопрос, выдвигать кандидатуру по списку или от округа, пока даже не обсуждали. Глава ЛП не скрывает опасений, что есть политики, которые только и ждут этой информации, чтобы предложить компромиссы. Также Гимпу заявил, что не верит данным опросов, которые говорят о низкой популярности его партии. Главный либерал убежден, что политформирование одолеет электоральный порог и пройдет в парламент. На данный момент наш утренний новостной блок завершен. Всем еще раз желаю дачного дня и доброго утра. Коллеги, вам слово. Олеся, огромное тебе спасибо за утреннюю подборку новостей. Мы продолжим нашу программу. Как часто хочется какой-то эстетики, какой-то культуры, как хочется часто пойти на какое-то культурное мероприятие и провести вечер интересно, познавательно. Обычно людям хочется провести вечер бескультурно. Тут совсем другие перспективы. Но тем не менее, для тех, кто и правда, как говорит Тейтс, хочет добавить в свою жизнь небольшое количество эстетики, хорошего настроения, Вот для этих людей мы разыграем два билета на спектакль под названием «Ангелы на крыше». Все, что вам нужно сделать, это отправить слово «Ангелы» сегодня до 12 часов дня и принять участие в нашем розыгрыше. В конце розыгрыша мы обязательно случайным образом выберем победителя. Генеральный спонсор передачи – Нес Кафе. Данный материал содержит элементы рекламы. Уральский инженер-самоучка Виктор Благодар создал искусственную кибернетическую кисть для девушки, которая родилась без правой кисти, но мечтала стать скульптором. В настоящее время киберпротезы стоят очень дорого, так как при его создании используются сложнейшие современные технологии. Так, например, жителю США по имени Найджел Экланд искусственная рука обошлась в 32 тысячи долларов, так как ее разрабатывали специалисты в количестве 60 человек, и на это ушло около пяти лет. Да, и на фоне всего этого абсолютно фантастическая, кажется, история, которая прилетела с Урала. Дело в том, что Благодар абсолютно ничего не знал из этой области, не обладает профильным образованием, а когда услышал историю этой девушки, которая родилась без кисти, решил ей помочь и занялся самообучением. Далее цитата. Первая рука была сделана с помощью алюминиевых реек, ножовки, собрана за несколько вечеров в домашних условиях. Однако простой интерес вскоре перерос в настоящую серьезную цель. После того, как инженер узнал историю Ани Держицкой, студентки Южно-Уральского государственного института искусств, которая родилась без кисти, но всегда мечтала стать скульптором. И он создал протез для нее, однако оставалось решить всего лишь один вопрос. Как заставить искусственные пальцы слушать своего хозяина? И Благодар нашел решение этой проблемы. Опять же, далее цитата. Человеческое тело вырабатывает электричество. Есть специальные датчики, которые способны улавливать слабые электрические токи в кожном покрове. Хорошие люди, помогающие другим, есть и в нашей стране. Об этом расскажет Кристина Курачева. В эти выходные в столице провели благотворительный мотопробег. По городу проехали классические ретро-мотоциклы, а за рулем водители в элегантных костюмах. И все это ради людей, страдающих онкологическими заболеваниями. Одна из функций этого мероприятия – это благотворительное. Каждый участник, который зарегистрировался сегодня, он пожертвовал какие-то денежные средства, которые идут на исследование в области рака предстательной железы и психического здоровья мужчин. А началось все с 2012 года в Австралии, когда мотоциклисты оделись в классическую и стильную одежду, сели на свои мотоциклы и проехались по городу, чтобы отчасти разрушить негативный стереотип о грубом мужчине на мотоцикле. На сегодня это превратилось в ежегодный благотворительный марафон, который выпадает на последние выходные сентября. Участвует 101 страна. Молдова официально второй раз, и участников насчиталось порядка 50. Все, кто сегодня участвует, это строго мотоциклы, которые подходят под формат мероприятия. Это старые восстановленные мотоциклы. Это мотоциклы новые, которые подходят под стиль кафе-рейсер, классик, модерн-классик. Переделыванные мотоциклы из других классов, но которые допускаются. Есть очень строгий дресс-код. Ну и, конечно же, дресс-код к участникам. Все участники должны быть одеты в стиле деппер. То бишь, мы должны быть немножечко классическими, немножечко дерзкими, немножко щегольской. Один из участников признался нам, что ему это мероприятие очень близко. Ну, я случайно узнал об этой программе, которая, собственно, больше относится к мужчинам, поскольку заболевания мужские. Ну и в связи с этим решил поучаствовать. Тем более, что мотоциклетная тема мне близка. И, как бы, сошлись два направления. И я сам, скажем так, столкнулся с этим заболеванием. Поэтому я понимаю тех людей, ради которых, собственно, это мероприятие существует. В этом году цель Международного фонда – собрать 6 миллионов долларов. И это вполне выполнимая миссия. На данный момент уже собрано около пяти. Все события, на которых я раньше была, тоже организованные сегодняшними организаторами, были особенными, потому что они внесли очень много положительных эмоций всем участникам. Даже несмотря на сегодняшнюю плохую погоду, все пришли, потому что у всех есть вот эта особенная любовь к мотоциклам, которая тянется всю жизнь. Именно они каждый год ждут последнего воскресенья сентября. Мотоциклисты показали, что могут быть вежливыми, культурными, сострадательными, как настоящие джентльмены. Американская R&B и поп-певица барбадовского происхождения. В 16 лет она переехала в США для того, чтобы начать карьеру певицы. Риана. Свою первую работу она выпустила в 2005 году и называлась она Music of the Sun. Риана является одной из самых продаваемых артисток всех времен. За время своей карьеры она продала около 20 миллионов копий и 60 миллионов синглов. А в 2018 году стала чрезвычайным и полномочным послом барбадосов США. В общем-то, у слушателей в этой ситуации просто не было шансов остаться равнодушными. Нравится или не нравится – это уже второй вопрос. А первый – это голос. Не запомнить который было невозможно. А потом появилось еще и видео с хулиганской зеленоглазой островитянкой. Да, ее природные данные были настолько необычными, что весь мир моментально смирился. Триана – это новая звезда. Но откуда же она взялась в космосе американского шоу-бизнеса? Ответ – это целая история, которая, как и всегда, начинается в бедном маленьком городке, где жила-была простая и честная девушка. Какой была жизнь скромных представителей рабочего класса на острове Барбадос? Такой же, как везде. Мама Моника – отставной бухгалтер, а папа Рональд – инспектор товарного склада на фабрике одежды. К моменту, когда в семье рождается их первая девочка Риана, папа уже беспробудно пьет. Его слова о родной дочери и сегодня больше похожи на реплики какого-то дальнего родственника. Я слышал, как она пела, когда ей было еще три годика. И потом, когда ей было уже семь, и она поняла, что она способна. Ну и потом, уже в школе, она пела 15-летней. И я, конечно, совершенно был сражен тем, как моя дочь оказалась талантлива. Отец пьет почти каждый вечер. Между родителями то и дело вспыхивают скандалы. А маленькая Ри запирается в ужасе в комнате и закрывает руками уши. К семи годам врачи диагностируют мигрени такой силы, что даже заподозрит опухоль мозга. Слава богу, оказалось предположение ошибочное. Но головные боли так и не пройдут до 14 лет, пока ее родители, наконец, не разведутся. У девочки к тому времени появится еще двое младших братьев. И маме теперь предстоит тянуть троих одной. Только судьба уже тогда готовила Риану к счастливому случаю. Пока это проявлялось в невероятном упорстве, девушка придумала себе мечту. Петь, как обожаемые Мэрайя, Керри и Бейонсе. И двигалась, как умела ей навстречу. Я помню, как занималась именно с ней перед одним конкурсом. И там было интервью маленькое перед выступлением. Мы спрашивали, чего же вы хотите от этого шоу? Она ответила очень четко, я хочу победить. И я помню, что она делала абсолютно все, что могла, чтобы и правда одержать победу. И я уже тогда поняла, что бы она не решила, она добьется цели. Еще никакой эпатажной сексуальности, но уже вполне узнаваемая уверенность в себе. После этой маленькой победы в школьном конкурсе Риана создала собственную девчачью группу. И это все при нищете и скандалах с матерью. Это только сейчас, мама спокойно констатирует. У дочери уже тогда был характер лидера. Она неведомая и никогда ведомой не была. Она всегда была яркой индивидуальностью, хотя ей нравилось окружать себя и друзьями, и группами. Но, например, если вся группа говорила «да», а она считала, что нет, не было никаких шансов ее переубедить. Не переубедили ее ни друзья, ни родственники, ни учителя, которые твердили, что шансов нет. Что с Барбадоса никто никогда в мировые знаменитости не выбивался. Но Риана в свое призвание уже фанатично верила. И Фортуна в ответ на упрямство подарила тот самый счастливый случай, который меняет жизнь в одночасье. Девушка пела с группой в придорожном кафе, когда туда по чистой случайности заглянул, уставший от долгого пути, американский продюсер Эвин Роджерс. Он отдыхал тогда на Барбадосе с женой. В ту секунду, когда я зашел в комнату, я почувствовал присутствие звезды. И я сказал тогда, если она умеет петь, то она прирожденная суперзвезда. И тогда она спела для меня песню о капелло. Ей было всего 15. Хотя там и были легкие недочеты, у нее был неподражаемый голос. Она звучала особенно. Я знал это уже тогда. Двух других девушек на сцене продюсер попросту не заметил. Через две недели Роджерс лично уговорил маму Риане отпустить девочку на две недели в Лос-Анджелес, сделать пробную запись. Можно сказать, что назад Ри уже не вернулась. Ну, мы сделали демо и разослали еще на несколько лейблов. А Джей Зи тогда только возглавил лейбл под названием Dev Jam. И они позвали меня на прослушивание. И я приехала и спела для него. И мы немного поболтали. И вот тогда началась настоящая работа для меня. Сегодня, спустя 10 лет, Риана – одна из самых узнаваемых и самых высокооплачиваемых див. Мечта исполнилась. Но ведь помимо этих дорогих клипов и красивых костюмов есть еще что-то, что неминуемо влечет к ри миллионы поклонников по всему миру. Непосредственность, ранимость, простота. Ведь Риана – живое подтверждение старой истины. Любой человек достоин своего шанса, своего счастливого случая. Если он сам верит в него и трудится ради него. С новым утром тех, кто только-только к нам присоединился. С добрым утром! Вас приветствует Тейс Разумовская. И Дмитрий Спиваков. И, как всегда, мы начинаем наш день с чашечки кофе из Кафе Голд и самых полезных новостей. Сегодня мы расскажем вам, любят ли еноты музыку. По-моему, крайне полезная новость. Помимо этого расскажем о том, зачем нужен робот-рыба. Еще покажем поющую топ-лист теннисистку Сирену Уильямс. А вот это точно полезное видео. И расскажем о том, что необходимо делать, чтобы быть здоровым. Ну и, конечно же, несколько интересных фактов о дне сегодняшнем в истории. Сегодня во всем мире отмечается Международный день ненасилия. Праздник этот был установлен не случайно. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН в 2007 году. Дата эта была выбрана потому, что 2 октября 1869 года родился Махатма Ганди, лидер движения за независимость Индии и основоположник философии ненасилия. «Существует много такого, за что я готов умереть, но нет ничего такого, за что я готов был бы убить». Это его слова. 2 октября 1987 года состоялся первый выход в эфир программы «Взгляд». Основателей было несколько. Это Анатолий Малкин, Анатолий Лысенко и молодежь, которая пришла с радиостанции «Голос России», которая отвечала за зарубежную аудиторию. Это Александр Любимов, Владислав Листьев и Александр Политковский. За время существования программы в кресле ведущего побывали многие ныне известные лица. Это и Константин Эрнст, и Иван Демидов, и Елена Масюк, и Елена Ханга, и бизнесмен Владимир Довгань, а также другие личности. Впервые на отечественном телевидении «Во взгляде» состоялся первый эфир Виктора Цоя и группы «Кино». После этого рок-музыканты были здесь с частыми гостями. 2 октября 1914 года родился Юрий Левитан. Однажды его услышал Сталин и пожелал, чтобы отныне по радиотексте его доклада на открывающемся 17-м съезде партии прочитал именно Левитан. За пятичасовое чтение этого доклада Левитан не ошибся ни разу, ни разу не запнулся. На следующий день 19-летний юноша стал главным диктором Советского Союза и официальным голосом Кремля. 22 июня 1941 года именно Левитан произнес страшные слова о начале Великой Отечественной войны. После этого он стал постоянным голосом Советского информационного бюро и ежедневно докладывал народу о ходе военных действий. 9 мая 1945 года никто иной, как Левитан, объявил о капитуляции фашистской Германии и победе Советского Союза. После войны Юрий Борисович стал официальным диктором правительства СССР. Ну и в завершении этой рубрики коротко о именинниках. День Ангела сегодня отвечает Алексей, Гаврил, Георгий, Давид, Игорь, Константин, Макар, Мария, Николай, Трофим и Федор. С удовольствием поздравляем. Молдова опять заставила весь мир говорить о себе. Все дело в том, что шесть наших учащихся получили бронзовую медаль и награды на Международной Олимпиаде по французскому языку. Соревнование происходило в республике Македония. Проводится оно в четвертый раз. В этом году за победу боролись 30 школьников из пяти разных стран мира. Это выражение на французском, как на своем родном языке, с легкостью произносит Алина Ешану, завоевавшая бронзу на прошедшей Олимпиаде. Для нее, как и для других пяти наших соотечественников, минувшее соревнование стало первым на Международной арене. Сначала ученики лицеев попробовали себя в Республиканской Олимпиаде, по результатам которой педагоги выбрали именно их и отправили в Македонию. У нас было два задания, устное и письменное. Первым делом мы должны были написать эссе в течение часа. Надо признаться, что сложно уложиться в такое время, но темы были интересными, у нас была возможность проявить оригинальность. Мы успешно прошли этот этап. Сочинения писали об искусственном интеллекте, устное задание проходило в виде телевизионного ток-шоу. Говорили о физических явлениях и предрассудках, связанных с ними. Поначалу я беспокоилась, скептически относилась к своим шансам на победу. Все конкурсанты были хорошо подготовлены, но в какой-то момент поняла, что я тоже подготовлена на уровне, и я справилась. К Олимпиаде наши ученики готовились заранее. Читали, переводили тексты, писали сочинения, учитывали все рекомендации педагогов. Однако в Македонию отправились без особых ожиданий. Готовясь к первому международному соревнованию, никогда не знаешь, кто будет твоим соперником. Но в чем точно наши ученицы были уверены, родители и учителя французского языка поддержат их в любом случае. Родители и педагоги нашего лицея очень дружелюбные. Всегда поддерживают, несмотря на то, добился ты результатов или нет. Они пожелали мне дальнейших успехов и посоветовали принять участие в Олимпиаде в будущем году. Сейчас перед призерами стоит задача совершенствовать французский язык, чтобы в перспективе завоевать золотые медали. Кстати говоря, успехов они добиваются не только в изучении языка, но и отлично справляются с предметами реального профиля. Ну а в будущем мечтают жить во Франции или в другой стране, где знания французского пригодятся. Американская теннисистка Сирена Уильямс приняла участие в проекте «Touch Myself Project» и спела «Топлес». На видео 37-летняя спортсменка исполняет песню рок-группы «The Divinal» под названием «I Touch Myself». По мере отдаления кадра видно, что Сирена предстает «Топлес». Таким образом спортсменка решила напомнить женщинам о необходимости регулярного медопследования. Вот я не вижу определенной взаимосвязи. Если вы хотите, чтобы граждане, товарищи проходили мимо медобследования, вы должны сказать «Товарищи, проходите медобследование, а не сниматься топлес». Ну это очень тонкий метод напомнить о том, что необходимо женщинам все-таки приветствовать. Мне кажется, это очень тонкий метод хорошенечко хайпануть и привлечь к себе внимание. Теннисисты должны привлекать внимание тем, что они хорошие теннисисты. Вот, например, в 2018 году Сирена Уильямс провела 24 игры. Из них 18 выиграла, ну 6 проиграла и бог с этим. В 2018 году больше не выступает. И сразу понятно, чем она занимается в свободное время. Что еще происходит в мире как в спорте, так и в политике, знает Олеся Кайряк. Олеся, доброе утро, слово тебе. Доброе утро, коллеги, удачного старта нового дня всем вам, дорогие телезрители. Итак, прямо сейчас об основных событиях к этому часу. В одних ремонт затягивается, в других идет полным ходом. Один столичный детский сад до сих пор не открыт из-за продолжающегося ремонта. Детей распределили в находящиеся поблизости другие дошкольные образовательные учреждения. Об этом сообщили на заседании муниципальных служб представители управления образования. Между тем, исполняющий обязанности мэра распорядился снести церковь, которая строится во дворе детского сада номер 150. Напомним, что администрация этого учреждения утверждала, что имеет все необходимые документы для возведения этого здания, которое, по словам директора, является духовно-нравственным центром. На дворе уже октябрь, а десятки детей снова не могут попасть в родной детсад. В течение лета в секторе Буюкань привели в порядок 12 дошкольных учреждений. Однако одно из них и месяца не успело проработать, как снова оказалось закрытым на ремонт. Дошкольное образовательное учреждение номер 113 приостановило сегодня свою работу на две недели. Там проводится ремонт пищевого блока. Летом там проводился косметический ремонт. Учреждение было открыто 3 сентября. Сейчас мы приостанавливаем работу учреждения на короткий срок. В Рио Примара Руслан Кадряну уверен, что ремонтные работы должны проводиться исключительно в летний период. По его словам, управлению образования было дано три месяца на то, чтобы завершить ремонт во всех детских садах. Закрытие детского сада осенью Кадряну назвал недопустимым. Заместитель градоначальника затронул и другой вопрос. По его мнению, администрация детсадов безграмотно управляет ресурсами. В некоторых учреждениях средства тратят на роскошь, а детей отодвигают на второй план. Я побывал во многих образовательных учреждениях, при входе в которые становится не по себе. В некоторых нет освещения, в других крыша протекает, и не надо поменять окна. Еще штукатурка падает или для строительства павильонов нет денег. Зато я узнал, что у всех три буйкань. В одном детском саду приоритетом стало приобретение персидского ковра. Но не только приоритеты руководства детсадов вызывают возмущение в Рио Примара. Кадряну поставил точку в громкой истории со строительством нравственно-духовного центра на территории детсада номер 150. Ранее директор учреждения утверждал, что Примария выдала авторизацию на строительство, которое сейчас идет полным ходом. Однако на заседании Примарии Руслан Кадряну заявил, что подписал указ о сносе этой постройки и поручил при туре сектора Рыжкань проконтролировать исполнение. Снова подняли и вопрос незаконности сбора денег в детсадах. Жалобы родителей в Управлении образования участились в преддверии Дня учителя. Я призываю родителей не собирать деньги. А если они все-таки хотят поздравить учителей, пусть лучше подарят что-то, сделанное ребенком. Это будет лучшим подарком. Радика Гуцу сообщила, что Управление образования выпустило внутренний приказ, запрещающий сбор денег по случаю Дня учителя. Праздник отмечается 5 октября. Напомним, сбор средств в образовательных учреждениях расценивается как акт коррупции и подлежит уголовному наказанию. Еще о проблемах столичных. Автобусы забиты либо вообще не ездят. Жители сектора Чикана ежедневно сталкиваются с проблемой переполненного транспорта. Речь идет об автобусе номер 23, который едет до улицы Марии Драган. В премьере отметили, что здесь вырос целый комплекс новостроев. Вот только транспортная инфраструктура еще слабо развита. Более того, администратор маршрута отправил запрос в мэрию снять два автобуса из-за недостатка средств. В премьере говорят, что в таком случае жителям по улице Марии Драган будет еще тяжелее добираться утром до работы. Каждое утро период с 7 до 9 часов становится тяжелым испытанием для нескольких десятков человек, которые ждут на остановке автобус 23 маршрута. Транспорт приезжает забитым настолько, что даже на подножку едва могут забраться пару человек. С надеждой решить вопрос, жители улицы Марии Драган в секторе Чокана обратились в премьерею. В зоне были сданы в эксплуатацию много новостроев. И транспорт, который сейчас циркулирует, не может удовлетворить потребности местных жителей. Они просят поменять график работы маршрута номер 23. Однако у администратора маршрута намерения прямо противоположные. Он уже обратился в управление транспорта с намерением убрать две единицы транспорта. Глава департамента менеджмента Лилиан Копач заявил, что администратор терпит финансовые трудности. И это при том, что автобус ежедневно забит. Доклад о проблеме вызвал негодование в рио-премара Руслана Кадриану. Как можно снять два автобуса, когда там и без того проблемы с транспортом? Это новый сектор, там проблемы и с троллейбусами, и с автобусами. Решите проблему. У вас есть два дня на то, чтобы добавить еще одну единицу транспорта на маршрут. Удастся ли жителям сектора Чокана вздохнуть с облегчением через два дня, покажет время. Ну а в завершении нашего утреннего информационного блока поговорим о спорте. Самым масштабным за всю историю проведения соревнований по бегу в Молдове стал четвертый международный марафон Кишинеу. Накануне по главным улицам столицы пробежались более 18 тысяч человек. Среди них представители 50 стран мира. Спортсмены преодолевали дистанции в 3 километра, 10, 21 и 42 километра. Также впервые в рамках марафона на старт вышли спортсмены в инвалидных колясках. Всех участников четвертого международного марафона Кишинеу ждала заслуженная медаль на финише. А победители получили подарки от партнеров и денежные вознаграждения. Общий призовой фонд составил 100 тысяч леев. Рекорд на международном марафоне Кишинеу установил бегун из Кении. Спортсмен Бенджамин Кипропсирем пробежал 42 километра за 2 часа 16 минут и 38 секунд. Этот результат стал самым лучшим за всю историю проведения соревнования. Бенджамин путешествует по всему миру, принимая участие в различных международных соревнованиях по бегу, где показывает невероятные результаты. Так, например, в апреле этого года он принял участие в марафоне в городе Харьков, где также установил рекорд 2 часа 18 минут и 13 секунд. В честь 610-й годовщины образования города Бендеры состоялся пятый заключительный этап чемпионата Республики Молдовы по мотокроссу. На мототрассе «Орел» для участников заезда оборудовали 15 искусственных трамплинов. Общая протяженность трека составила 1300 метров. В семи категориях соревновались десятки спортсменов, как дети от 5 лет, так и ветераны спорта. Всех победителей соревнования ждали кубки, медали и грамоты. Организатором чемпионата выступил Приднестровский автомотоклуб «Экстрим». На данный момент наш утренний новостной блог завершен. Всем еще раз желаю удачного дня и доброго утра. Коллеги, вам слово. Олеся, огромное тебе спасибо за утреннюю подборку новостей. Мы продолжим нашу программу. Дима, вот мне интересно, какой язык ты бы хотел выучить? Я бы хотел выучить какой-нибудь никарагуайский. Интересно, я даже не знала о существовании, а нет, знала о существовании такой страны. Это я к тому, что недавно был Международный день переводчиком. Я вот, кстати, мечтаю выучить грузинский. Знаешь почему? Почему? Потому что там есть слова, которых так не хватает в русском. А я думал, причина в другом. Тебе необходимы вот эти вот высоко-высоко в горах подняв в бокал? Нет, нет, это для тех, кто любит есть. В общем-то, состояние называется шему-мичама. Это такое грузинское слово, которое обозначает «я не хотел, не намеревался, но съел все». Так получилось, так было вкусно. В общем, легких шему-мичама. Еще раз, как называется шему-мичама? Это перманентное состояние из меня. Вот. Приятного вам аппетита, легкого вам завтрака, ну и, конечно же, сытного в том числе. Готовьте его, пока глядите рекламу на нашем канале. Да пребудет с вами шама-мичама. Генеральный спонсор передачи – Нес Кафе. Данный материал содержит элементы рекламы. Еноты любят яблоки. А еще еноты любят морковь. А еще, как оказалось, еноты любят слушать звуки флейты. Совершенно точно. Два десятка енотов собрались недавно, чтобы послушать звуки индейской флейты. В заповеднике, в государственном заповеднике округа Сент-Лоренс в США. Флейтист, как оказалось, живет неподалеку и частенько дает концерты для того, чтобы позабавить окружающих енотов. Да, енотов, птиц, животных и прочих. Помимо музыки, кстати, он привлекает животных еще и лакомствами. Ах, так вот оно в чем дело. Понимаешь, мы тут рассказываем о том, что они на звуки флейты выходят. А они-то на самом деле просто пожрать выходят. Выходит, что так. Ну, в общем, в любом случае это очень мило. Милые еноты. Голодные просто. Милые голодные еноты. Роботов-собак, которых создают американские специалисты, мы уже видели. А вот роботов-рыб, которых создают российские спецы, пока еще нет. Ученые говорят, что они учатся у природы. А что же получается у них, смотрите сами. В судьбе этого собакоподобного робота точно не позавидуешь. Хозяин толкает, тянет за поводок и вообще всячески пытается вывести из равновесия механического пса. Таким способом американские инженеры создают алгоритмы, копирующие движения животных. Наши робототехники также ведут подобные исследования. Они наблюдают за обитателями фауны и берут от них лучшие качества. Это подводное судно назвали дельфином, хотя внешне он больше похож на торпеду, а по принципу передвижения в воде вообще на акулу. Такие технические решения объясняются физикой. У вытянутого корпуса лучше гидродинамика, а значит ему проще преодолевать сопротивление воды и сохранять курс. Основное движение вперед, это в первую очередь обусловлено гидролокатором бокового обзора. Потому что для него как раз таки важно именно прямолинейное движение. Задача подводного беспилотника – обследование дна без присутствия человека. Основному устройству для съемки гидролокатору важно двигаться прямо. Скорость чуть больше 9 км в час – идеальный вариант. В пространстве рободельфин ориентируется по эхолокации. С ее помощью определяет расстояние до грунта и глубину погружения. Она достигает 100 метров. Всю собранную информацию передает через акустический модем. А вот для нижегородских ученых, создателей биоморфного робота-тунца, любой лишний звук под водой – вред. В всех существующих аналогичных разработках используются электроприводы, сервоприводы. Это, разумеется, приводит к тому, что сама по себе рыба не может сливаться с окружающей местностью. Чтобы снизить шум, инженеры создали специальный двигатель. В нем нет трущихся деталей, а хвостовой плавник приводится в движение магнитным полем. Но самое главное – корпус нескольких метров робота не отличить от настоящей рыбы. Она повторяет форму настоящего тунца. И, собственно, сделана она была по 3D-модели. Собственно, настоящая рыба. То есть все пропорции, вся гидродинамика, условно говоря, этого судна сделана природой. Раскрывать все подробности конструкции пластикового тунца ученые пока не спешат. Разработка еще не прошла патентование. Параллельно ищут инвестора, ведь спектр применения биоморфного робота очень широк. Он может пригодиться для исследований экосистем водоемов, ресурсодобывающей промышленности, не говоря уже о военной разведке. Шестилетний сын ведущей американского телеканала «Иньюз» Джулианы Ранчич сорвал съемку, выбежав на съемочную площадку. Да, правда. Ранчич вела выпуск новостей вместе с коллегой, когда за их спинами играл ее ребенок. Это заметил ее коллега по эфиру. Ребенок был так увлечен игрой, что абсолютно не обращал внимания на камеры. Журналистка извинилась перед зрителями и попыталась увести сына из кадра, однако он не слушался и убегал от нее, оставаясь на площадке. Тогда коллега Ранчич решил взять все в свои руки и продолжить эфир. Да, далее цитата. «Я закончу, пока ты занимаешься родительскими делами», – сказал коллега, дескать, с попыткой показать определенную взаимовыручку, но через некоторое время сам прервал эфир, потому что пытался помочь поймать этого ребенка. Вот интересно, правда это или попытка просто привлечь внимание телезрителей? «Они упорно тренируются, но и у них мало что получается, разве что рассмешить сеть роликами со своим участием». Ну что, такие люди регулярно появляются почти в каждом спортзале. Смотрим. Уж сколько их упало, упало и еще раз упало в попытках сесть на шпагат. Пару лет назад во всем мире начался настоящий бум растянутого тела. Йога-пилатес и стретчинг за пару лет действительно способны сделать человека гибче, но ведь мы не такие. Нам-то нужен шпагат здесь и сейчас. Блогеры фанатично выкладывают видео со своими растяжками на ютюб, они уверены, чем больше боли и криков, тем быстрее придет результат. И вот ты уже... Да нет же, вот ты... Впрочем, одним шпагатом дело не ограничивается. Признайтесь, вы тоже иногда переоцениваете собственные силы и возможности. То вот эти ребята настоящие короли самомнения. Тягать железо могут только качки, и я вас умоляю, чем я хуже Шварценеггера. Даже страшно смотреть, как эти субтильные юноши хватают тяжелые блины и гантели. Страшно и очень смешно. Вот и этот парень осознал свою ошибку слишком поздно, когда штанга уже оказалась на груди. Только и остается, что смеяться над собой и просить прохожих о помощи. Сейчас-сейчас видео на мобильный телефон доснимут и сразу помогут. Еще веселее наблюдать, как эти спортсмены упражняются в подтягивании на домашних турниках. Эй, ребят, ну что такого плохого они вам сделали? А вот этот синомен до сих пор не нашел никакого объяснения ученых, даже британских. Необъяснимая вера в возможность своего тела. Профессиональный циркач или атлет выполнил сложнейший кульбит? Значит, я смогу. А ты зачем бежал? Все побежали. И я побежал. Вот только то, что получается у хороших спортсменов и фитнес-тренеров, вряд ли с первого раза получится у вас. Вот как пример очередного безумия. Челлендж с фитболом на беговой дорожке. Миллионы блогеров кидают резиновый мяч на работающий тренажер и прыгают на него. Зачем? Видимо, в попытках переломать себе шею. Не иначе. Мы не устаем доказывать, что наши дети – это наша гордость. И я имею в виду, конечно же, жителей нашей страны. Меня смутила постановка вопроса «Наши дети». Мы сейчас говорим о юном даровании Анастасии Барбы, которая посетила нас сегодня. Доброе утро, Настя. Доброе утро. Доброе утро. Ну что, ты была у нас относительно не так давно. Тогда привезла победу с очередного конкурса. С какими победами ты к нам сейчас? Я недавно была в Одессе и заняла гран-при в номинации «Голос года». «Голос года». Ничего себе. А что пела при этом? Я пела песню «Речника». А конкуренция была большая вообще? Там участвовали лучшие участники, которые занимали гран-при в других конкурсах. Ага. То есть это был конкурс «Лучшие среди лучших». Да. Ого. Так это тем более почетно. Я до сих пор от номинации «Голос года» не отошел. Ты уже пять вопросов задала. Хорошо. Скажи мне, как ты постоянно успеваешь ездить по вокальным конкурсам, при этом я так понимаю, что ты школьница, значит учишься. Как ты успеваешь это делать? Человек, когда хочет, он может. Я такого слова не могу. Я слова не хочу. Я давно хочу купить бенту. Очень хочу. Но пока как-то не могу. Но при этом, слушай, действительно, главное поставить себе цель. Хорошо. Скажи, а ты за всем этим успеваешь еще и детство свое замечать? Это моя жизнь. Я без этого не представляю, как бы я жила. Давай зададим вопрос по-другому, чтобы ты не отвечала нам какими-то заготовленными ответами. У тебя есть игрушечный микрофон, в который ты поешь перед зеркалом? Нет. Зачем? У него же есть настоящий золотой микрофон. А у тебя есть настоящий микрофон? Да. Золотой. Вот Таис считает, что все девочки должны петь в микрофоны со стразами. Ты поешь в микрофоны со стразами? Нет, я пою в обычных. Зато он, судя по всему, талисман ее. Правильно я понимаю? Настя, скажи, какие любимые форматы вообще у тебя? Что ты любишь петь на конкурсах? Или тебе не предоставляют выбор? Ты сама выбираешь песни? Есть конкурсы, на которых дают возможность участникам выбирать песни. А есть такие конкурсы, которые организаторы смотрят, какие участники поют песню и выбирают одну песню, которую участник должен исполнить. А вот конкурс в Одессе, он какой был? Из этих двух категорий. То есть тебя заставили какую-то определенную песню взять? Или ты сама выбрала? Я сама выбрала эту песню. А почему ты выбрала именно эту песню? Она очень сложная, мне нравятся сложные вещи. То есть легких путей ты не ищешь? Нет. Поэтому у нас к тебе есть очень сложный вопрос. Ты знаешь, мы время от времени любим подставлять наших гостей. Ну и так как ты человек очень юный, мы считаем, что юные люди, они же не испорчены средствами массовой информации и так далее. Поэтому у нас к тебе очень серьезный вопрос. Нас правда интересует твоя точка зрения. Вот на днях жители города Кишинева написали петицию в адрес премьер-министра Кирилла Габурича в связи с ужасным состоянием дорог во двора. Я на полном серьезе говорю, это важная проблема. Мы слушаем тебя, да-да. Как ты считаешь, как необходимо решать проблемы качества дорог в нашей стране? Ну, мой папа водитель троллейбуса. И поэтому я считаю, что это обязательно надо починить дороги, чтобы не было ям. Чтобы папа спокойно ездил. Да. Это чудесно. Чтобы нервы не трепали моему папе. А то он злой приходит домой. Папа, большой привет тебе даем. Какие у тебя дальнейшие вокальные цели? Расскажи, пожалуйста. Конечно, это развиваться в вокальных данных, учить новые очень сложные песни. И выйти на сцену и спеть песню, и в проигрыше сыграть на саксофоне. Так как я уже учусь играть на саксофоне, и вроде получается. Ты понимаешь, насколько это сложные цели? Да, многозадачный человек. То есть ей хочется и вокалом покорить, и своими музыкальными данными. Слушай, а поделись парочкой советов. Ну, помимо того, как ты это все успеваешь, это понятно. Вот я, допустим, человек, который максимум может попеть в душе. Дай нам сразу стоить пару вокальных советов. Как вот послушать твои советы и сразу как бомбануть шикарную песню какую-нибудь сложнейшую. Что делать? Ну, во-первых, когда вы поете, не нужно зажимать. Что зажимать? Горло, просто нужно расслабиться и петь. Нужно дышать не в легкие, а в диафрагму. Так. А диафрагма это как-то? Да, диафрагма находится здесь, ниже, чем ребра. Ага. Ниже, чем ребра у меня пузо. У всех людей есть диафрагма. Так. У мужчин, мужчины во сне дышат в диафрагму от природы. То есть проследи за тем, как ты спишь. Так, Настя, скажи, пожалуйста, что за песню ты споешь прямо сейчас у нас в гостях? Я спою песню «Реченька», которая пела в Одессе. Тебе огромное спасибо за то, что приехала к нам, за то, что получаешь какие-то шикарные, невообразимые, недостижимые для меня точно награды. И с удовольствием послушаем песню. Да. Ты река. Моя река. Моя река. Да. Да. Не улыбнешься. Ой, да ты дитя. Да, мая детитка. Да ты чего сидишь? Слышишь, да не улыбнешься. Ай, подруженьки, да мои милые, Ой, да нечего-то мне улыбаться, У нас в камней то полон твой. Агуститто, агуститто, агуститто полон корнице. Агуститто, агуститто, агуститто. Агуститто, агуститто, агуститто. Агуститто, агуститто. Ты река, моя реченька. Ты течешь, да не колыбнешься. В холодное время года у каждого должен быть хитрый план о том, как проще просыпаться, вставать и так далее. У меня, допустим, теплый халат прямо в изголовье, понимаешь, не вылезай из-под одеяла, ты на себя ему так аккуратненько ба-бам-бам. Помимо этого, понимаешь, ты выходишь из дома, тоже прохладненько, машина холодная, ты сразу заворачиваешься в теплый плед из дома, вот так вот доходишь до машины, садишься в холодное кресло, но тебе тепло, приятно, комфортно, спокойно выезжаешь на работу. Но, помимо этого, необходимо же проехать через какую-нибудь заправку заправиться, а мы знаем прекрасный способ, каким образом облегчить процесс заправки своего автомобиля и сделать это бесплатно. Да, у нас и у наших партнеров, топливной компании Вента, для вас есть чудесная возможность принять участие в розыгрыше. В розыгрыше 2000 леев и дисконтные карты для заправки на любой заправочной станции этой сети. Все, что необходимо сделать, это отправить слово Вента на номер телефона, который вы прямо сейчас видите на ваших экранах, а в конце месяца узнаем имя победителя. Данный материал содержит элементы рекламы. Традиционные осенние ярмарки откроются в каждом секторе столицы. Организацию в столице традиционных сельскохозяйственных ярмарок на днях обсудил фермер с главой профильного министерства Николай Чебуков. Аграрии утверждают, что урожай в этом году хороший, поэтому покупателям есть что предложить. Да, и чтобы кишиневцы смогли купить овощи и фрукты напрямую от производителя и решили организовать эти ярмарки в каждом секторе столицы. Опять ждали цитата. Нам предложили поддержать организацию ярмарок в муниципе Кишинев. Мы создадим условия, чтобы все заинтересованные в сбытии сельскохозяйственной продукции и у кого есть трудности с рынком сбыта, могли приехать и предложить качественный товар по ценам, выгодным и производителям, и потребителям. Это заявил министр сельского хозяйства. В этом году урожай яблок превысил прошлогодний на 20 тысяч тонн, а слив на 15 тысяч тонн. А теперь рассказываем прямым текстом, почему организовываются подобные ярмарки. Потому что яблоки девать некуда. Да, вероятно. Ну а о том, что же еще интересного происходит в мире, знает Олеся Кайряк. Олеся, доброе утро, слово тебе. Доброе утро, коллеги. Удачного старта нового дня всем вам, дорогие телезрители. Итак, прямо сейчас об основных событиях к этому часу. В одних ремонт затягивается, в других идет полным ходом. Один столичный детский сад до сих пор не открыт из-за продолжающегося ремонта. Детей распределили в находящиеся поблизости другие дошкольно-образовательные учреждения. Об этом сообщили на заседании муниципальных служб представители управления образования. Между тем, исполняющий обязанности мэра распорядился снести церковь, которая строится во дворе детского сада номер 150. Напомним, что администрация этого учреждения утверждала, что имеет все необходимые документы для возведения этого здания, которое, по словам директора, является духовно-нравственным центром. На дворе уже октябрь, а десятки детей снова не могут попасть в родной детсад. В течение лета в секторе Буюкань привели в порядок 12 дошкольных учреждений. Однако одно из них и месяца не успело проработать, как снова оказалось закрытым на ремонт. Дошкольно-образовательное учреждение номер 113 приостановило сегодня свою работу на две недели. Там проводится ремонт пищевого блока. Летом там проводился косметический ремонт. Учреждение было открыто 3 сентября. Сейчас мы приостанавливаем работу учреждения на короткий срок. В Рио Примара Руслан Кадряну уверен, что ремонтные работы должны проводиться исключительно в летний период. По его словам, управлению образования было дано 3 месяца на то, чтобы завершить ремонт во всех детских садах. Закрытие детского сада осенью Кадряну назвал недопустимым. Заместитель градоначальника затронул и другой вопрос. По его мнению, администрация детсадов безграмотно управляет ресурсами. В некоторых учреждениях средства тратят на роскошь, а детей отодвигают на второй план. Я побывал во многих образовательных учреждениях, при входе в которые становится не по себе. В некоторых нет освещения, в других крыша протекает и не надо поменять окна. Еще штукатурка падает или для строительства павильонов нет денег. Зато я узнал, что в Сектри Буйкань в одном детском саду приоритетом стало приобретение персидского ковра. Но не только приоритеты руководства детсадов вызывают возмущение в Рио Примара. Кадряну поставил точку в громкой истории со строительством нравственно-духовного центра на территории детсада номер 150. Ранее директор учреждения утверждал, что Примария выдала авторизацию на строительство, которое сейчас идет полным ходом. Однако на заседании Примарии Руслан Кадряну заявил, что подписал указ о сносе этой постройки и поручил при туре сектора Рыжкань проконтролировать исполнение. Снова подняли и вопрос незаконности сбора денег в детсадах. Жалобы родителей в управление образования участились в преддверии Дня учителя. Я призываю родителей не собирать деньги. А если они все-таки хотят поздравить учителей, пусть лучше подарят что-то, сделанное ребенком. Это будет лучшим подарком. Радика Гуцу сообщила, что управление образования выпустило внутренний приказ, запрещающий сбор денег по случаю Дня учителя. Праздник отмечается 5 октября. Напомним, сбор средств в образовательных учреждениях расценивается как акт коррупции и подлежит уголовному наказанию. Еще о проблемах столичных. Автобусы забиты либо вообще не ездят. Жители сектора Чикана ежедневно сталкиваются с проблемой переполненного транспорта. Речь идет об автобусе номер 23, который едет до улицы Марии Драган. В премьере отметили, что здесь вырос целый комплекс новостроев. Вот только транспортная инфраструктура еще слабо развита. Более того, администратор маршрута отправил запрос в мэрию снять два автобуса из-за недостатка средств. В премьере говорят, что в таком случае жителям по улице Марии Драган будет еще тяжелее добираться утром до работы. Каждое утро период с 7 до 9 часов становится тяжелым испытанием для нескольких десятков человек, которые ждут на остановке автобус 23 маршрута. Транспорт приезжает забитым настолько, что даже на подножку едва могут забраться пару человек. С надеждой решить вопрос, жители улицы Марии Драган в секторе Чикана обратились в премьерею. В зоне были сданы в эксплуатацию много новостроев. И транспорт, который сейчас циркулирует, не может удовлетворить потребности местных жителей. Они просят поменять график работы маршрута номер 23. Однако у администратора маршрута намерения прямо противоположные. Он уже обратился в управление транспорта с намерением убрать две единицы транспорта. Глава департамента менеджмента Лилиан Копач заявил, что администратор терпит финансовые трудности. И это при том, что автобус ежедневно забит. Доклад о проблеме вызвал негодование в Рио-примара Руслана Кадриану. Как можно снять два автобуса, когда там и без того проблемы с транспортом? Это новый сектор, там проблемы и с троллейбусами, и с автобусами. Решите проблему. У вас есть два дня на то, чтобы добавить еще одну единицу транспорта на маршрут. Удастся ли жителям сектора Чукана вздохнуть с облегчением через два дня? Покажет время. К другим темам. Время планировать зимний отдых. Туристические агентства уже все подсчитали и подготовили предложение для жителей Молдовы на любой вкус и кошелек. Желающим отдохнуть в соседних странах придется выложить от сотни до двухсот евро за пять дней. Поездка в теплые страны обойдется в разы дороже. О других актуальных новостях в рубрике «Короткой строкой». Не прошел проверку прочь с маршрута. С 1 по 13 октября в столице проверят микроавтобусы с авторизацией для пассажирских перевозок. На станциях тестирования внимание уделят трем параметрам. Техническому состоянию маршрутки, внешнему и внутреннему облику, а также оснащению. Те микроавтобусы, которые тестирование своевременно не пройдут, перевозу пассажиров не допустят. Право предоставлять услугу отзовут и у тех экономических агентов, которые не направили маршрутки на проверку или чьи транспортные средства ее не прошли. Большой выбор ждет любителей фруктов и овощей на осенних ярмарках. Традиционно их откроют в каждом секторе столицы, чтобы горожане могли купить сельхозпродукцию напрямую от производителей. В субботу аграрии обсудили организационные моменты с министром сельского хозяйства Николаем Чубук. В ходе встречи рассказали о хороших урожаях. Чиновник пообещал создать условия для всех земледельцев, которые заинтересованы в продажах или испытывают трудности со сбытом продукции. Учитывая, что урожай яблок и слив существенно превысил прошлогодний, обсудили и возможность раздачи фруктов в школах. В субботу открылся сезон охоты на кабанов, который продлится до конца года. Общий предел отстрела составляет 1138 голов. Число увеличили в сравнении с предыдущими годами, поскольку дикие свиньи являются переносчиками африканской чумы, и это одна из мер по остановке распространения вируса. В охотничьих фондах агентства Молдсилва охота разрешена в субботу, воскресенье и в праздничные дни, а на арендованных территориях – в течение всей недели. В приграничных районах охотиться можно только в пределах тысячи метров от линии госграницы в дневное время. Также обязательно получить разрешение от участка пограничной полиции. Столичная улица Букурешт станет двусторонней, правда, не навсегда. Автомобилистам разрешили передвигаться в сторону Ботаники лишь из-за ремонта на улице 31 августа. Там сейчас проводится ремонт сетей тепло- и водоснабжения, и трафик по центру Кишинео сильно осложнился. До настоящего времени в сторону Ботаники мог проезжать только общественный транспорт. Лидер либералов еще не определился с решением, как он будет баллотироваться на предстоящих выборах. В интервью одному из порталов Михаил Гимпу заявил, что вопрос выдвигать кандидатуру по списку или от округа пока даже не обсуждали. Глава ЛП не скрывает опасений, что есть политики, которые только и ждут этой информации, чтобы предложить компромиссы. Также Гимпу заявил, что не верит данным опросов, которые говорят о низкой популярности его партии. Главный либерал убежден, что политформирование одолеет электоральный порог и пройдет в парламент. На данный момент наш утренний новостной блок завершен. Всем еще раз желаю дачного дня и доброго утра. Коллеги, вам слово. Олеся, огромное тебе спасибо за утреннюю подборку новостей. Мы продолжим нашу программу. Настоящая взаимовыручка оказывается присуща не только людям. Этому подтверждение история из Китая. Там мама и тети слонихи пришли на помощь тонущему слоненку. При пересечении реки маленького слоненка стала уносить течением. Мама поспешила ему на помощь, а за ней последовали и две его тети и ее сестры. Они долго пытались помочь ему выбраться, однако сильные потоки тянули слоненка обратно в реку. Ну ты же и понимаешь, какие кадры вот прямо сейчас перед глазами. Пусть мама услышит, пусть мама придет. Слонихи не сдавались, тем не менее. Они образовали особый коридор и постепенно смогли вытолкнуть детенышей на берег. Ранее ученые заявили, между прочим, что азиатским слонам свойственны такие чувства, как стресс и страх. Помимо того, каждой особе свойственно чувствовать настроение другой особи. Да, так переживания могут охватить целую группу слонов. Доказано, что между этими животными существуют крепкие социальные связи. Если ранен один из членов слоновей группы, то остальные могут ему помочь подняться и уйти. Уральский инженер-самоучка Виктор Благодар создал искусственную кибернетическую кисть для девушки, которая родилась без правой кисти, но мечтала стать скульптором. В настоящее время киберпротезы стоят очень дорого, так как при его создании используются сложнейшие современные технологии. Так, например, жителю США по имени Найджел Экланд искусственная рука обошлась в 32 тысячи долларов, так как ее разрабатывали специалисты в количестве 60 человек, и на это ушло около пяти лет. Да, и на фоне всего этого абсолютно фантастическая, кажется, история, которая прилетела с Урала. Дело в том, что Благодар абсолютно ничего не знал из этой области, не обладает профильным образованием, а когда услышал историю этой девушки, которая родилась без кисти, решил ей помочь и занялся самообучением. Далее цитата. Первая рука была сделана с помощью алюминиевых реек, ножовки, собрана за несколько вечеров в домашних условиях. Однако простой интерес вскоре перерос в настоящую серьезную цель, после того, как инженер узнал историю Ани Держицкой, студентки Южно-Уральского государственного института искусств, которая родилась без кисти, но всегда мечтала стать скульптором. И он создал протез для нее, однако оставалось решить всего лишь один вопрос. Как заставить искусственные пальцы слушать своего хозяина? И Благодар нашел решение этой проблемы. Опять же, далее цитата. Человеческое тело вырабатывает электричество. Есть специальные датчики, которые способны улавливать слабые электрические токи в кожном покрове. Хорошие люди, помогающие другим, есть и в нашей стране. Об этом расскажет Кристина Курачева. В эти выходные в столице провели благотворительный мотопробег. По городу проехали классические ретро-мотоциклы, а за рулем водители в элегантных костюмах. И все это ради людей, страдающих онкологическими заболеваниями. Одна из функций этого мероприятия – это благотворительное. Каждый участник, который зарегистрировался сегодня, он пожертвовал какие-то денежные средства, которые идут на исследование в области рака предстательной железы и психического здоровья мужчин. А началось все с 2012 года в Австралии, когда мотоциклисты оделись в классическую и стильную одежду, сели на свои мотоциклы и проехались по городу, чтобы отчасти разрушить негативный стереотип о грубом мужчине на мотоцикле. На сегодня это превратилось в ежегодный благотворительный марафон, который выпадает на последние выходные сентября. Участвует 101 страна. Молдова официально второй раз, и участников насчиталось порядка 50. Все, кто сегодня участвует, это строго мотоциклы, которые подходят под формат мероприятия. Это старые восстановленные мотоциклы. Это мотоциклы новые, которые подходят под стиль кафе-рейсер, классик, модерн-классик. Переделыванные мотоциклы из других классов, но которые допускаются. Есть очень строгий дресс-код. Ну и, конечно же, дресс-код к участникам. Все участники должны быть одеты в стиле депр. То бишь, мы должны быть немножечко классическим, немножечко дерзким, немножко щегольской. Один из участников признался нам, что ему это мероприятие очень близко. Ну, я случайно узнал об этой программе, которая, собственно, больше относится к мужчинам, поскольку заболевания мужские. Ну и в связи с этим решил поучаствовать. Тем более, что мотоциклетная тема мне близка. И как бы сошлись два направления. И я сам, скажем так, столкнулся с этим заболеванием, поэтому я понимаю тех людей, ради которых, собственно, это мероприятие существует. В этом году цель Международного фонда – собрать 6 миллионов долларов. И это вполне выполнимая миссия. На данный момент уже собрано около пяти. Все события, на которых я раньше была, тоже организованные сегодняшними организаторами, были особенными, потому что они внесли очень много положительных эмоций всем участникам. Даже несмотря на сегодняшнюю плохую погоду, все пришли, потому что у всех есть вот эта особенная любовь к мотоциклам, которая тянется всю жизнь. Именно они каждый год ждут последнего воскресенья сентября. Мотоциклисты показали, что могут быть вежливыми, культурными, сострадательными, как настоящие джентльмены. Ученые из университета Сан-Пауэлло, это в Бразилии, выяснили, что физические упражнения способствуют выводу токсических белков из мышц. Дисфункция мышц характерна для маломобильных подвижных людей и для тех, у кого поврежден седалищный нерв. Результаты эксперимента с мышами с индуцированной невропатией показали, что при этом, которые они нарушается аутофагия, процесс деградации поврежденных компонентов в клетке. Однако у грызунов, которые были физически активными в течение четырех недель, аутофагия удерживалась на более высоком уровне. Мораль всей басни очень проста, и вывод далеко не свежий. Занимайтесь спортом, и будет вам счастье. Ну а пока расскажем о советах, которые ежедневно нам дают астрологи. Овен. День складывается удачно. Будет возможность многому научиться, заметно расширить кругозор. Некоторые овны к тому же завяжут полезные знакомства, встретят людей, которые со временем станут настоящими друзьями. Это подходящий день для обсуждения самых разных вопросов, в том числе таких, которые раньше не вызывали у вас интереса. Телец. Благоприятный, плодотворный день. Вы сможете делать много полезного не только для себя, но и для людей, которые вам не безразличны. Наступил подходящий момент для того, чтобы взяться за что-то совершенно новое. Не исключено, что будет возможность заняться делом, которое давно вас интересовало. Близнецы. Благоприятный, плодотворный день, позволяющий многого добиться. Вы настроены решительно и не боитесь трудностей. С энтузиазмом смотрите в будущее. Старайтесь избегать неоправданного риска и не переоценивайте свои возможности. Хотя звезды к вам благосклонны, сейчас не стоит ставить на карту слишком многое. Рак. Складывается непростая ситуация, и вам потребуется немало времени, чтобы разобраться в ней. Очень опасно переоценивать свои возможности и выдавать желаемое за действительное. Старайтесь не рисковать, особенно если речь идет о чем-то важном. Лев. Благоприятный день, отлично подходящий и для работы, и для других полезных дел. Нетрудно будет правильно расставить приоритеты и сосредоточиться на том, что действительно важно. Вы не отвлекайтесь на пустяки, не допускайте ошибок, принимайте верные решения там, где другие оказываются в тупике. Дева. Подходящий день для общения в неформальной обстановке. Поиска союзников. Будет возможность встретить людей, которые по достоинству оценят ваши таланты и знания, сделают предложения, от которых не захочется отказываться. Можно договариваться о сотрудничестве, в том числе долгосрочном, объединяться с теми, кто разделяет ваши цели и интересы. Весы. Вы уверены в своих силах и не сомневаетесь, что преодолеете все возникающие трудности. Иногда это приводит к проблемам. Вы недооцениваете своих соперников. Пропускаете мимо ушей советы, которым стоило бы прислушаться. Не исключены разногласия со старыми знакомыми. Да и найти общий язык с родственниками порой будет трудно. Лучше не обсуждать важных вопросов. Скорпион. Благоприятный день для работы и учебы. Будет возможность значительно расширить кругозор, узнать то, что вам вскоре пригодится. Не исключены полезные знакомства. Вам удастся произвести хорошее впечатление на людей, которые могут помочь в реализации самых смелых замыслов. Многие деловые вопросы лучше обсуждать в неформальной обстановке. Стрелец. Отличный день для работы и важных дел. Трудности не пугают вас, а настойчивость помогает в решении многих проблем. Не исключены удачные совпадения, из которых вы сможете извлечь максимум пользы. День подходит для того, чтобы учиться анализировать и использовать чужой опыт. Козирог. Благоприятный день, отлично подходящий для общения. Будет шанс найти единомышленников, познакомиться с людьми, которые поддержат самые смелые ваши идеи. С проверенными союзниками легко договориться о совместных действиях. Даже если возникнут какие-то мелкие разногласия, до серьезного конфликта дело не дойдет. Водолей. Важно сохранять спокойствие. Вы рискуете допустить серьезные ошибки, если дадите волю эмоциям или примените важные решения под влиянием мимолетных желаний. Подумайте дважды, прежде чем связывать себя профессиональными обязательствами или что-то кардинально менять в этой сфере. Рыбы. День будет довольно напряженным. Многое дается труднее, чем обычно. И вам нужно проявить настойчивость, чтобы достичь поставленных целей. Любые мелкие недоразумения вы принимаете сегодня особенно близко к сердцу. Часто переживайте из-за пустяков. Но ситуация изменится к лучшему, если вы правильно расставите приоритеты и сосредоточитесь на действительно важных вещах. Это был вторник, а с вами его начинали Тейс Розумовская. И Дмитрий Спиваков. И, как всегда, мы начинали наш день с чашечки кофе Нес Кафе Гол, чего и вам советуем. Увидимся с вами завтра в 7 утра на телеканале РТР Молдова. До встречи. Пока. Данный материал содержит элементы рекламы. Одежда ведущей предоставлена магазином «Орсей». Генеральный спонсор передачи «Нес Кафе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова